На этой неделе нашу столицу с программы «Джокер» посетил известный российский артист Стас Михайлов. Для артиста нет лучше награды, чем эмоциональный прием публики. Причем бывают же разные эмоции. Если люди поют, танцуют, это не значит, что это всегда так везде. Есть люди плачут. Это тоже для меня очень хорошо. Любимец женской аудитории порадовал своих поклонниц как новыми, так и старыми, давно полюбившимися хитами. Интересно, чье мнение, кроме зрителей, важно для артиста. Когда у меня есть возможность заниматься, я иду в спортзал. День выходной у меня второй после концерта. Я два дня подряд не пою, потому что у меня голос, видите, какой все. Надо отдыхать. У Стаса Михайлова очень плотный гастрольный график. И все же, когда выдается свободное время, чем занят артист? Маша маленькая, причем она показывает, она не говорит еще, но показывает. Не, это песня. Вот это. Вот так она все. То есть она так показывает. И вот так музыку. Папа, музыку поет. Философ, размышляющий о жизни и судьбе, Стас Михайлов считает, что в наше время нужны песни, затрагивающие серьезные нравственные темы. Ежесекундный, ежеминутный взлет для исполнителя, для артиста, ну, это эйфория в 20 лет. Ты понимаешь, что сцена – это больше ответственность, чем награда с годами. Ты должен это понимать, если ты хочешь петь. И поэтому, взяв определенный план, кто ее должен держать, по крайней мере. Если ты появился с одной песней, все думают, что это случайность. Появился с двумя, на тебя уже как-то по-другому посмотрели. Если ты лет пять простоял, тогда тебя уже смотрят по-другому, что это не случайность. А вот дальше надо показывать, что ты умеешь делать. Не секрет, что Стас Михайлов является не только исполнителем, но и автором песен. Мы решили узнать, на кого из известных музыкантов ему хотелось бы равняться в своем творчестве. Я просто воспитывался на том, что всегда была мелодика. Элтон Джон. Ну, для меня гениальный был человек, допустим, это я считаю, по вороте. Это был гениальный человек с гениальным голосом. Уникальный человек, если говорить о уникальности. С кем бы я хотел просто познакомиться. Просто быть познакомленным. Ростропович. Это личности, которые они, вот я называю таких разносторонних людей, Фредди Меркури, но которые бесспорно, не только это мое личное мнение, но при жизни сейчас, человек, которого я, вот, наверное, с кем бы я хотел познакомиться, это вот я не скрываю, с кем бы я хотел познакомиться в жизни. Просто хотя бы с ним, вот, у меня не было фанатизма никому, никогда и никому. Но чтобы просто посмотреть, как он мыслит. Ну, хотя бы день пообщаться. Хотя, может быть, этого и не нужно делать. Объясню. Не то, что не оправдается, да, может постигнуть. Может быть. Может быть, разочарование постигнуть. Может быть, пусть он останется таким, как я его вижу. Потому что человек в энное количество лет стоит на сцене, поет про любовь, лысый, непричесанный, и вот такой весь растрепанный, и я ему через экран верю. И в завершение нашей интересной беседы со Стасом Михайловым давайте узнаем, что означает для него быть патриотом своей страны. Есть две вещи. Патриот и политизирование артиста. Вот когда ты становишься заложником каких-то политических историй, в которых ты ничего не понимаешь, это одна история. А когда ты встаешь за свою семью, за свою страну, за своих близких, за своих детей, за свои взгляды и принципы, вот это, наверное, есть патриотизм. Мне ближе вот эта позиция. Субтитры создавал DimaTorzok